Мы говорим о помазании, о котором Иисус проповедовал везде, куда бы он ни шел. И когда вы применяете эту проповедь, проповедь о помазании к другим вещам, о которых учил Иисус, например, к так называемым блаженствам, когда Иисус говорил, что блаженны те, которые это, блаженны те, которые то, тогда неожиданно они начинают по-новому открываться для вас и приобретают совершенно новое значение. Когда вы осознаете, что это те люди, которые уже слышали о помазании, они уже слышали, что Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня проповедовать Евангелие нищим, принести благую весть сокрушенным сердцем, освободить пленных, проповедовать слепым прозрением. Поэтому, когда Иисус говорил, блаженны алчущие и жаждущие правды, или праведности, ибо они насытятся. То люди слушали и думали, он помазан Богом, Бог пребывает на нем. Глухие слышат, слепые видят, хромые ходят. Должно быть, Он говорит о том помазании, которое у Него есть. Он помазан сказать мне, что та жажда, которую я испытываю по Богу, будет утолена. Видите, как это открывается совершенно по-новому. Так что возьмите и еще раз перечитайте весь Новый Завет. Слово «Христос» встречается в Новом Завете около 300 раз. Так или иначе, оно упоминается более 300 раз. Должно быть, этим Бог хочет что-то показать нам. А мы просто плавали себе по Новому Завету, не обращая никакого внимания на слово «Христос», так и оставив его на греческом языке, ни разу не переведя его, и просто блуждали по Новому Завету, перечитывая его снова и снова. Апостол Павел использовал его практически в каждом стихе написанных им посланий. А мы просто проплывали мимо этого слова «Христос», ни разу так и не переведя его с греческого, и даже ни разу не заинтересовавшись, что же оно означает, в результате чего потеряли целое поколение. Особенно в 20 веке. В нашем веке было больше пробуждений, чем в любое другое время, начиная со дня Пятидесятницы. И тем не менее, за весь 20 век никто так и не перевел слово «Христос». Но я думаю, что мы отстали. Пришло время нам перевести его. Изучая эту проповедь о помазании, я начал переводить слово «Христос» в посланиях апостола Павла. И иногда, даже переведя его, поначалу оно все равно не несло для меня никакого смысла. Тогда я останавливался и думал, если сказать «Христос», то оно тоже не несет никакого смысла. И тогда я просто не обращал на него внимания. А чтобы увидеть смысл, нужно какое-то время поразмышлять над ним. Так что возьмите симфонию и начните исследовать каждое место, где встречается слово «Христос». Я заметил, что часто там, где в нашей Библии написано «Христос Иисус», в греческом тексте говорится «помазанный спаситель». Но на русский язык оно переведено как «Христос Иисус». А до нас пытается донести, что наш Спаситель помазан, чтобы спасти нас в той ситуации, которую описывает данный стих. Иногда потребуется какое-то время размышлять над этим стихом, слушать Бога, еще раз прочитать всю главу, в которой находится этот стих, чтобы вот это понимание начало расти и развиваться внутри вас. И вы начали видеть, о каком помазании идет речь. Апостол Павел в своих посланиях во многих случаях фактически говорит о помазании, а не о помазанном. Но невозможно говорить о помазании, не говоря об Иисусе, потому что Он является помазанным. Аминь. Понимаете? Он является главой, а мы телом. Бог увенчал Адама своей славой. Увенчание Иисуса, конечно же, начинается с Его главы, а мы являемся телом Христа. Мы тело помазанного. Следовательно, мы являемся телом помазания. Помазание пребывает на и в каждом рожденном свыше чаде Божьем. Но мы его никогда не развивали. И у проповедников помазания больше, чем у кого-либо другого. Но очень часто проповедники, будучи помазанными, больше кричат, чем проповедуют. Я лично знаю многих проповедников, которые включают свою аппаратуру так громко, что у вас просто закладывают уши. И им говорят, сделайте звук чуть потише, чтобы люди могли слышать то, что вы говорите. Нет, нет, нет. Я не могу сделать тише, потому что иначе я не добьюсь желаемого результата. Но скажу вам, когда слышишь людей, проповедующих подобным образом, то думаешь, боже мой, из-за такого грохота никто не может его понять. И все потому, что на том, что он говорит, нет никакого помазания. Когда вы начинаете полагаться на плоть, чтобы выполнить работу Божью, то оказываетесь в яме. Вы рано или поздно упадете. Некоторые уже упали. И очень скоро они это поймут. Когда вы пытаетесь на духовные вопросы ответить плотскими ответами, то оказываетесь в яме. На духовные вопросы нужно отвечать под влиянием помазания, под влиянием Бога, пребывающего на плоти. Позвольте привести вам пример, как вы можете стоять в вере. Скажем, к вам приходят ваши дети и что-то у вас спрашивают. Когда ваши дети задают вам вопрос, не выдавайте им первый попавшийся ответ, который пришел им в голову, особенно если не знаете, что говорит по этому поводу Слово Божие. Лучше скажите. Дорогой, я не знаю. Но поскольку ты поднял этот вопрос, давай помолимся вместе, а потом обратимся к Слову Божьему. И мы найдем на него ответ, слава Господу. Библия говорит, что мы имеем ум Христов. То же самое помазание, которое было у Иисуса, доступно и нашему разуму. О, Господь, разве это не открывает что-то для вас? Понимаете? Библия говорит нам обновлять наш разум. Как вы собираетесь это делать? Конечно же, вы обновляете его Словом Божиим, которое является семенем помазания. Слово Божие. Иисус сказал, «Сеятель слово сеет». Он назвал Слово Божье семенем. Он назвал Слово Божье мудростью Божией. Божье присутствие и помазание Божие пребывают на Его Слове. Слово Божье является семенем Его. Когда вы питаете свой дух Словом Божиим, тогда оно начинает помазывать ваш разум. И вы уже начинаете думать в соответствии с Духом Божиим, а не по-плоцки. И не говорите своим детям, что их маленький двоюродный братик отошел домой к Господу, потому что Богу понадобился еще один ангелочек. Зачем же говорить такую чудовищную, глупую ложь? Вы сами в нее не верите. Но кто-то рассказал вам это, когда вам было 9 лет. Но я не знаю, как разговаривать с маленькими детьми на духовной теме. Если вы маленькому ребенку не можете сказать что-то духовное, тогда тем более и мне вы не скажете ничего духовного. Поэтому помолитесь об этом. Сойдите на уровень ребенка и верьте Богу до тех пор, пока вы вдвоем не сможете поговорить об этом. Не говорите Ему, что все умершие идут на небо. Да, это хорошо, если они действительно на небесах, если они пошли на них. Но не лгите своим детям. Если же тот, кто умер, пошел в ад, то не говорите им этого, потому что на самом деле вы этого точно не знаете. Вы не судья. Поэтому лучше ответьте ребенку так. Дорогой я не судья, и не могу тебе точно ничего сказать, но я знаю одно, что Бог является благим Богом. И сделайте акцент на благости Божьей. Когда вы придете на небо, то увидите там много людей, которых совсем не ожидали увидеть. Однажды я спросил у Господа, неужели ты забираешь к себе даже тех людей, которые всего лишь за секунду до смерти взывают к Иисусу? И Господь ответил, Кеннет, я не пытаюсь удержать людей от того, чтобы они попали на небо, а наоборот пытаюсь помочь им сюда попасть. И добавил, Я возьму все, что смогу. Именно для этого и пришел Иисус. Вы уже открыли 4 главу от Луки? Хорошо. Ветер перелистнул в моей странице. Сейчас я найду ее. Иван, 2 от Луки, 4 глава. Иисус проповедовал, когда пришел на заряд. 17 стих. Ему подали книгу пророка Исаия. И он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано. Дух Господень на мне. Это и есть библейское определение помазания. Дух Господень на мне. Ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных или подавленных людей на свободу. проповедовать лето Господне благоприятное. Лето Господне благоприятное было великим юбилеем, 50-м годом, когда прощались все долги, когда все рабы становились свободными и возвращались домой, когда вся земля в Израиле возвращалась к своим исконным первоначальным владельцам. И праздник продолжался целый год. Никто не работал, никто ничего не делал. Все только прославляли и поклонялись Богу целый год. И в предыдущий год был такой огромный урожай, что люди могли весь юбилейный год жить за счет прошлогоднего урожая, а также еще весь и следующий год, пока не придет время очередного урожая, так как сеять начинали только через год. Хвала Господу, было над чем задуматься. И знаете, Израиль ни разу не прожил с Богом 50 лет подряд, чтобы пережить этот юбилей. Они ни разу не пребывали в Слове Божьем в течение 50 лет подряд. Поэтому Бог послал Иисуса и сказал, «Я посылаю вам юбилей». Бог благ, не так ли? Аллилуйя. Иисус пришел проповедовать лето Господне благоприятное. Только Он может прийти и проповедовать вам. Я все равно благословлю вас. Я ваш юбилей. Нищи? Вам больше не нужно оставаться нищими. Почему? Потому что я помазан. Я помазан. А используя наши привычные религиозные обороты речи, мы бы сказали, «Нищи, вам больше не нужно оставаться нищими. Я Христос». Христос. О да, аминь. Аллилуйя. А что Он сказал? Я не знаю. Я знаю, кто Он. Я знаю, что Он освободитель. Но не имею ни малейшего представления о том, как принять Его освобождение. Я не знаю, с чем я имею дело. И уж тем более не знаю, как проповедовать об этом. Что я буду проповедовать? Проповедую Христа. Нужно найти что-то, чтобы проповедовать о Нем. Но здесь написано искать что-то, чтобы проповедовать о Нем. Бог уже сказал нам, что проповедовать о Нем. Проповедуйте, что Иисус помазан Богом. Понимаете? И что это помазание все еще находится здесь. Послание помазанного. Боже мой. Если мы когда и нуждались в Нем, так это сейчас. Именно сейчас время проповедовать помазание. Аллилуйя. Потому-то происходит то, о чем вы проповедуете. Особенно, когда вы проповедуете то, что говорит Слово Божие. Что проповедовал Иисус, и что проповедовали другие люди, посланные им. Которые являются для нас примером Библии. Хорошо. Иисус под помазанием проповедовал лето Господне благоприятное. Он проповедовал Божью благодать. Когда Иисус проповедовал Божью благодать, люди не знали, что с Ним делать. Они просто удивлялись этим словам благодати. Они удивлялись этим словам благодати. Божьему незаслуженному благоволению. Божьему желанию принимать участие в их делах. Божьей любви. Божьей заботе. Божьему пути, Божьей жизни Иисус говорил Он послал меня к вам Он помазал меня самим собой, чтобы освободить вас И люди удивлялись такой благодати Они никогда раньше не слышали ничего подобного Я хочу предупредить вас кое о чем Прежде чем мы пойдем дальше Давайте прочитаем еще несколько стихов И я покажу вам, о чем я хочу вас предупредить 28 стих Услышавшие это, все синагоги исполнились ярости И вставшие выгнали его вон из города И повели на вершину горы На которой город их был построен, чтобы свергнуть его Какой милый отклик на проповедь о помазании Почему слова Иисуса так разозлили тех людей? Честно говоря, я и сам не знаю Почему проповедь о помазании является таким оскорблением Для плотского ума Но это так Есть две вещи, которые действительно являются оскорбительными для него Не каждый человек, слыша о помазании Будет так же восхищен внутри Как мы с вами здесь на этой конференции Потому что мы с вами испытываем жажду по нему И именно поэтому мы сейчас здесь Я все время был жаждущим Я всегда жажду узнать больше Я жажду любви Божьей Скажу вам Я хочу больше этого помазания Во мне иногда просыпается такая жажда по нему Что я просто начинаю злиться Что недостаточно помазан Я так жажду его Тем более всегда найдутся люди, которые скажут Да что он о себе вообще думает, говоря нам, что он помазан А что вы о себе думаете, говоря мне, что я не помазан? Я сказал это верой Я не сказал это просто для того, чтобы превознести себя Один из моих родственников сказал однажды Я ничего не понимаю Вы хотите сказать, что Кеннет пророчествует И говорит для Бога Ему сказали О да Он сказал Как же такое может быть? Ведь он же наш родственник, не так ли? Другими словами, как наш родственник может быть пророком? Любой пророк приходится кому-то родственникам Еще ни один из них не появился из ниоткуда Иисус сказал, что чрево женщины является входом на эту землю У людей сложилось странное представление о Мелхиседеке Он не был Иисусом, он был Мелхиседеком Разве вы не знаете, что Бог знал, кем он был? Иногда люди путаются Когда что-то говорится о Моисее и Христе Хотя все это время речь идет о помазании Вот даже сейчас я чувствую, что разозлил некоторых из вас Моисей говорил об Иисусе Конечно же, об Иисусе Но он ссылался на помазание Когда вы ссылаетесь на помазание, вы ссылаетесь на Иисуса Так что спрячьте свою пушку и расслабьтесь Или вы позволите своей религии так разойтись, что захотите сбросить меня со скалы Но у меня для вас есть хорошая новость, у вас ничего не получится Во-первых, я не такой любезный, как Иисус Он просто прошел посреди них И я буду проходить посреди вас до тех пор, пока смогу Хотя вы будете продолжать толкать меня Тогда я напомню Богу, о чем я молился сегодня утром И о чем молюсь каждое утро О нет, я не собираюсь обижаться и злиться на вас Я люблю вас Вы, конечно, можете написать обо мне нехорошую книгу Такое делали и раньше Но я не собираюсь ее читать Я не читал и предыдущую книгу, которую написали обо мне Мне хватает ума не читать подобные вещи Я читаю вот эту книгу, а ту и не собираюсь читать Вот о чем я молился сегодня утром И вы должны делать то же самое В Исайе 54, 17 говорится Ни одно оружие, сделанное против меня, не будет успешно И всякий язык, выступающий против меня на суде, будет ради меня обвинен Ибо это есть наследие служителей Господа И их праведность от меня, говорит Бог Если вы попытаетесь сбросить меня со скалы То наскочите на это место Писания Так что будет намного лучше, если вы просто улыбнетесь Я не обязательно должен вам нравиться Просто улыбайтесь и молчите Я могу вам не нравиться, но вы должны любить меня Любить меня А если вы проведете со мной достаточно много времени То это помазание перейдет и на вас И через глаза помазания я выгляжу совсем иначе, чем через глаза вашего гнева Я был избавлен от Божьего гнева Тогда почему же я не могу быть избавлен от вашего? Я могу, если вы начнете почитать кровь Иисуса Для чего я все это сейчас говорю? Потому что все это имеет отношение к помазанию Божьему Все это имеет отношение к Иисусу Все это имеет отношение к вашей и моей роли в теле помазанного Аминь Теперь второе Потому что я сказал, что есть две вещи Первое это, когда кто-то говорит «Я помазан» Знаете, однажды в видении брат Хейгин видел Иисуса Иисус положил свой палец на его ладонь и сказал «Я помазал тебя осовым помазанием» Возлагать руки на больных И добавил «Где бы ты ни служил, говори людям, что ты видел меня» Скажи им, что я сказал тебе и скажи им, что я помазал тебя Знаете, поначалу это ставит вас в довольно неловкое положение Как это? Пойти и сказать кому-то, что я помазан Но когда вы начинаете изучать тему помазания То начинаете понимать, что вера приходит от слышания А слышание от Слова Божьего И для меня слова «Я помазан» не являются какой-то биркой духовного величия Они всего лишь означают, что я был послан сказать вам это Сейчас я нахожусь под помазанием Но Бог помазал меня не для того, чтобы сделать что-то особенное для меня Он помазал меня ради вас Понимаете? Помазание не является какой-то биркой величия Просто Иисус призвал определенные служения делать определенные вещи И чтобы выполнить эту работу, нужна духовная сила, а не плотская Аминь Я знал одну женщину, которой поставили диагноз рак Она была рожденна свыше Исполненным духом Чадом Божьим И мы с Глорией с нетерпением ждали случая Чтобы привезти ее на одно из собраний брата Хиггена Потому что из всех известных мне служений Его служение наиболее эффективно в вопросе исцеления от рака Я наблюдал за его служением уже более 30 лет И я видел, как на его собраниях Из раза в раз, из раза в раз люди исцелялись от рака Эта женщина была моим особенным другом Поэтому я очень хотел, чтобы они с мужем попали на собрание брата Хиггена И мы так обрадовались, когда узнали, что они поехали на него Нам не терпелось услышать о результатах И знаете, каким был результат? Она сказала, это самый заносчивый человек Которого я когда-либо слышал в своей жизни Он вышел на сцену и сказал, я помазан Богом Он стоял на сцене и говорил, что Бог помазал его Ничего более высокомерного я никогда в своей жизни не слышала Шесть недель спустя она умерла То же самое происходило, когда Иисус был на земле, видите? Второе, что поднимает в людях гнев, это дьявол Все начинается с того, когда кто-то говорит Помазание сегодня здесь Заметьте, что вы не разбудите этот старый дух гнева, если скажете Грядет тот день, когда сойдет великое помазание Иисус мог прийти в Назарет и сказать Знаете, однажды жил когда-то на земле пророк Моисей И все бы ответили, о да, аминь, слава Богу, да, пророк по имени Моисей В его служении происходили великие чудеса и знамения О да, 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 да А в будущем должен прийти помазанник Божий В его устах будет Слово Божие Он будет исполнен и крещен Духом Живого Бога И Он освободит вас И все бы ответили Да, 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 да Потому что они ожидали Мессии, что по-еврейски значит Помазанный Но когда Иисус сказал Ныне исполнилось Писание сие Слышанное вами Они ответили Ну, конечно Да мы же знаем твою маму О чем ты говоришь? И особенно позже, когда даже его мама сказала Я и сама не очень-то уверена, что с ним все в порядке Посмотрите, что он сделал в церкви Опрокинул столы миновщиков Отшлепал одного из старейшин Что подумают соседи? Они больше не придут ни на одно из его собраний В Евангелии от Марка написано, что они думали, что он ненормальный или помешанный Иисус не был помешан Но они были настолько в этом уверены, что даже когда Иисуса распяли на кресте Они думали, что это Бог так наказал его за богохульство Но воскреснув из мертвых, Иисус явился своей семье И один из его братьев стал известным нам апостолом Иаковым А его мать была вместе с остальными учениками в горнице В день Пятидесятницы Приняла крещение Духом Святым и начала говорить на языках Как Дух давал и провещевать Но какое бы они получили благословение, если бы ходили в этом помазании с ним Иногда помазание не так уж привлекательно Но оно полно любви и силы и слова живого Бога Мы просто еще раз напомним их себе и потом пойдем дальше Иисус проповедовал о помазании И если вы откроете десятую главу книги Деяния, то увидите, что об этом же проповедовал и апостол Петр в доме Корнилия В сорок четвертом стихе десятой главы книги Деяний сказано Деяния 10.44 Когда еще Петр продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших Слово Удивительно, что здесь проповедь названа Словом Петр сказал им то Слово, которое, как написано в 36 стихе Бог послал сынам Израилевым, благовествуя мир через Иисуса Иисус проповедовал Он является Господом всего Проповедуя мир через Иисуса Помазанного И мы уже читали, о чем проповедовал Иисус Вы знаете то Слово, ту проповедь о помазании Которая была проповедана по всей Иудеи Откуда они ее знали? Я имею в виду, Петр сказал, что Корнили и его домашние знали о ней Но они даже не были спасены Корнили послал за Петром, потому что так сказал ему ангел Но Петр говорил им, вы уже знаете, что об этом проповедовал Иисус, почему? Потому что слова Иисуса стали известны по всей Иудее Они распространились по всей округе Но иудеи говорили язычникам, что эти слова к ним не относятся И вот нашелся один язычник, который не поверил иудеям Он продолжал стоять на своем до тех пор, пока не получил желаемое Корнили уже до этого был доятелем Именно его приношения открыли дверь для Бога в его жизнь И Петр говорит, что Иисус проповедовал о помазании по всей Иудее Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи После крещения проповеданного Иоанном То есть Иисус начал проповедовать с того момента, когда был крещен в Духе Святом Вот когда было положено начало проповеди о помазании И дальше Петр говорит И мы свидетели всего, что сделал он в стране Иудейской и в Иерусалиме И что, наконец, его убили, повесивши на древе И как мы уже читали раньше, в 6 главе Евангелия от Марка, с 1 по 6 стих В Назарете Иисус не мог совершить никакого чуда И дивился их неверию Там не написано, что он не хотел его совершать Там написано, что он не мог Я хочу обратить ваше внимание здесь на одну вещь Я много слышал о суверенности и независимости Бога И Бог действительно является суверенным Богом Но суверенный Бог дал нам свое слово И будучи суверенным Богом, который сказал свое суверенное слово, он не может лгать И после того, как он что-то сказал, Бог не собирается забирать свои слова назад И говорят, что Бог является суверенным, его часто обвиняли в том, чего он не делал Потому что, несмотря на всю свою независимость, Бог никогда не нарушит своего слова Аминь И многие люди, не изучая Новый Завет, думают, что Иисус ходил повсюду И исцелял кого он хотел Просто возлагая руки на людей Некоторые вообще думают, что Иисус исцелял абсолютно всех, везде и всегда Но это не так В 6 главе Евангелия от Марка, с 1 по 6 стихи написано Что он не мог совершить никакого чуда В греческом сказано Никакой работы дюнамис То есть, никакой работы помазанной Освобождающей силы Божьего присутствия и Его сущности Сказано, что Иисус не мог этого сделать Почему? Был ли он по-прежнему Сыном Божьим? Да Может, он согрешил Или каким-то образом причинил боль Богу? Конечно же, нет Просто без помазания Иисус был без помощи Почему? Ведь он же Сын Божий Да, правильно Но он жил в плотском теле Как Сын Человеческий Он называл Себя Сыном Человеческим Когда проповедовал публично Сын Человеческий Являя всем Бога Пребывающего на плоти И делающего то Что может делать только Бог И что не под силу плоти И в то же время Являя вам и мне Это послание о помазании Показывая, что есть у Бога для нас В Его имени В Его Слове В Его Духе Знаете ли вы, зачем вы были крещены Духом Святым? Вы получили крещение Духом Святым Не только для того, чтобы говорить на иных языках Вы получили крещение Духом Святым Не только для того, чтобы у вас появился молитвный язык Это лишь одно из преимуществ Крещения в Духе Но Иисус сказал Идите в Иерусалим И вы примете силу Вы примете динамис Вы примете помазание Когда на вас сойдет Дух Святой И будете моими свидетелями того, что я помазан Вы были крещены в Духе Святом для того Чтобы быть свидетелями этого помазания Аллилуйя Как-то я был в Мемфисе, штат Теннесси Это была моя первая поездка В составе летной команды Юнгелистической ассоциации Орл Робертса Дело в том, что в первый же день учебы В университете Орл Робертса Я узнал Что им нужен был пилот самолета На котором команда брата Робертса Летала на свои собрания И так далее И я как раз хочу кое-что сказать по этому поводу Так что те из вас, кто находится в служении Слушайте меня очень внимательно А также и те, кто не находится в служении Тоже слушайте меня Возможно, вы помните что-то о служении Что поможет вам меньше расстраиваться в будущем Знаете, почему Орл Робертс Первым делом купил самолет? При желании вы и меня можете обвинить В некоторых вещах Касающихся владения самолет Потому что в свое время на это были основания Понимаете, мне нравятся самолеты Я был влюблен в самолеты И они были моим Богом до того, как я узнал Иисуса Как моего Господа До рождения свыше я работал пилотом Я летал, пытаясь таким образом как-то устроить свою жизнь Но у меня это все равно не получалось Потому что я был слишком далек от воли Божьей Но Орл Робертса самолеты интересовали намного меньше Они были для него лишь средством передвижения Которое могло быстро доставить его туда Куда Дух Божий вел его сделать то, что он должен был сделать Понимаете? Ему приходилось летать на чем-то самолете Потому что на машине это сделать было невозможно Добираться на машине намного медленнее И без самолета Орл Робертс Просто не мог бы исполнить все то, что сказал ему Бог Знаете, почему он выбрал верить Богу, что у него будет самолет? Чтобы защитить свое помазание Чтобы защитить свое помазание Только по этой же причине Господь согласился, чтобы и у меня был самолет Но вначале мне нужно было избавиться от самолетов, как от своего Бога И однажды я пришел к Господу, поднял свою руку и сказал Даже если я больше никогда в своей жизни не сяду за штурвал самолета Для меня это уже не имеет никакого значения Кроме тебя у меня не будет никаких других богов Я полностью удовлетворен тобой Я больше никогда не прилиплю к самолетам Но прошло какое-то время И Бог начал говорить мне, делать некоторые вещи И тогда я подумал Как же я, ездя на своей старой машине, смогу все это сделать? Боже мой, я просто не представлял, как такое вообще возможно И однажды, когда я молился, Господь сказал мне Сейчас твое отношение изменилось Оно стало правильным И твои приоритеты расставлены так, как надо Поэтому ты снова начнешь летать Преследуй при этом правильные цели Самолет будет для тебя теперь Лишь средством и возможностью делать то, к чему я тебя призвал Поэтому почти что сразу же после того, как у нашего служения появился самолет К концу года я увидел, насколько он эффективен Без него мне пришлось бы отказаться примерно от 35% того, что я мог бы сделать тот год Даже если бы летал рейсами авиалинии А если бы я ездил на машине, то мне пришлось бы оставить 70% того, что я мог бы сделать тот год И еще Бог сказал мне Что второй функцией этого самолета будет защита помазания Позвольте мне задать вам один вопрос И вы легко на него ответите Когда увидите, что помазание является всем Помазание является всем Я сказал, что помазание является всем Вы слышите меня? Без помазания вы не можете проповедовать Никто не спасется Никто не исполнится Духом Святым Без помазания вы не будете знать, о чем проповедовать Вот откуда взялись эти пустые, бессмысленные проповеди Они ничего не стоят Потому что были построены просто на какой-то одной умной фразе Но даже несмотря на нас, Бог все равно совершал свою работу Аминь Если кто-то использует Библию Только лишь для того, чтобы найти в ней красивое название для проповеди То можете мне поверить На такой проповеди не будет никакого помазания Вы слушаете меня? Я не критикую людей, я просто говорю факты И в свое время я сам делал то, о чем вам сейчас говорю Я знаю, о чем говорю Я ощутил разницу между помазанием и отсутствием помазания И не собираюсь больше когда-либо снова проповедовать без помазания На это у меня ушли годы Я говорю сейчас о годах Где-то около десяти лет В то время я очень мало пел Даже несмотря на то, что это было Божьим предназначением для меня И частью моего служения Важной его частью Но мне пришлось забыть о ней Потому что раньше я использовал музыку для того, чтобы с ее помощью Попасть или уйти оттуда Куда и откуда я хотел бы попасть или уйти Музыка превратилась в орудие моей гордости Я стал шоуменом Я был им еще в детстве С одной стороны, таким образом я пытался победить чувство неуверенности в себе С другой стороны, я был просто позером И я наслаждался этим Я строил себя дурачка и наслаждался этим Приводя в смущение маму и всех остальных Но мне нравилось это Но когда я, уже находясь в служении, начал петь Пытаясь таким образом представить себя в более лучшем свете Помазание сразу же уходило И я думал, Боже мой В тот момент И я чувствовал себя просто духовно голым И мне потом требовалось Довольно много времени на собрание Чтобы вернуть это помазание обратно И я подумал Никогда больше не буду петь Но Господь сказал Я хочу, чтобы ты пел Тогда я ответил Я не буду петь до тех пор, пока не избавлюсь в своей жизни от этого плоского мусора И на это у меня ушло много времени Потому что он настолько въелся в меня Что я поступал так, даже не задумываясь об этом Потребовалось много времени Также Господь сказал мне, что третья функция этого самолета Будет обеспечение меня необходимой терапии Я действительно наслаждаюсь им Он является частью моего служения И пока мои приоритеты расставлены правильно То все нормально Дважды в год вся наша летная команда Проходит переподготовку Мы поддерживаем свои навыки на более высоком уровне Чем оно положено по правилам Поэтому периодически возвращаемся в школу И проходим переподготовку Сейчас в этой школе очень много верующих И многие инструкторы по полетам Являются верующими Так что мы там очень хорошо проводим время Мы все любим самолеты И мы все любим Иисуса Это то, что благословляет меня Так что, с одной стороны, мне нужен самолет Но, конечно же, не до такой степени Чтобы я уже совсем не мог без него жить Нет Но Бог никогда не просил меня вообще забыть о самолетах Я наслаждаюсь ими Мне нравятся они Помазание Божие сходит на нас Когда мы приезжаем в эту школу Мы проводим чудесное время с Господом И за последние годы Многие связанные с авиацией люди пришли к Иисусу Потому что они видят Что мы не изменяемся Я имею в виду Что мы прославляем Бога в учебном классе так же Как и в любом другом месте Аминь Вы слушайте меня Позвольте привести вам один пример Который Господь показал мне Когда я молился об этих вещах Я действительно взыскал Господа в данном вопросе Потому что видел Что для многих Он остается непонятным У Орла Робертса есть свой собственный самолет Давайте сбросим его за это со скалы Понимаете Я слышал подобные вещи И поэтому хотел быть уверен Что поступая правильно Я хотел знать, что это от Бога Потому что я не хотел ввязываться во что-то Только лишь потому Что оно мне нравилось Но с другой стороны Я научился от Орла Робертса Защищать свое помазание Потому что без помазания у вас ничего не получится Вы погрязнете в религии Вы будете пытаться применить И понять духовные вещи Естественным кладским умом А Библия говорит Что кладское мышление является смертью Боже мой, очень тяжело Живя таким образом Не давать место дьяволу Однажды один человек упрекнул меня в том Что у меня есть свой самолет Он просто напрыгнул мне, говоря Ты мог бы проповедовать, летая авиалиниями Я, например, отдал 25 тысяч долларов за билеты На что я ответил С такими расходами было бы дешевле купить собственный самолет Я хочу быть хорошим управляющим Божьих денег Но в первую очередь Я хочу быть хорошим управляющим Его помазания А деньги и сами о себе неплохо позаботятся Если вы хороший управляющий И найдены верным в том, что касается помазания То тем более Не будете невежественным и глупым в вопросе денег Вы слушаете меня сейчас? Мы многие годы пытались сэкономить Божьи деньги И не так давно, когда я разговаривал об этом С Джесси Джерри Господь спросил меня Когда вы собираетесь использовать свои сэкономленные деньги? Мой народ сэкономил миллиарды и миллиарды долларов моих денег А я никогда не испытывал недостатка Мы являемся теми, кого Он призвал Мы копили все эти деньги И где же они сейчас? Когда же наконец наши руки дойдут до того, что мы наэкономили для Бога? Все, что вы делали, так это держали свое служение в черном теле Вы могли бы иметь первоклассное здание Вместо какого-то старого прогнившего сарая Конечно же Бог благословлял вас и в старом сарае Но если бы вы не были такими материалистами О нет, я не материалист Я просто экономлю Божьи деньги Я хочу быть хорошим управляющим Его денег Но вы им так и не стали И я через минуту докажу вам это Если вы, конечно, сейчас не встанете И не уйдете домой, чтобы защитить свою плоть Потому что для некоторых это будет хорошая стряска Поэтому сядьте А то иначе мне придется пришить вас к сидению Вы же знаете, я люблю вас Итак, когда я молился об этом Господь сказал мне Позволь мне тебе кое-что показать Чтобы ты смог потом показать это и другим Потому что вот, как я отношусь к этому И неважно Идет ли речь о самолете Или о машине Или о чем-либо еще Самое главное это мотив А не сумма в денежном выражении В основании лежит мотив Какова ваша цель И не зная проповедь о помазании Нам приходилось в буквальном смысле слова Охотиться за целью Потому что мы потеряли основную цель Мы говорили о помазании Но не знали, что с ним делать Не знали, как принять его Не знали, как ходить в нем Мы не понимали его Когда тот уговорил, что он помазан Мы думали, что это человек полон гордости И Господь спросил у меня Что бы ты сказал в такой ситуации? Скажем, церковь Которая заботится о своем пастыре Решила построить для него в церкви Отдельное помещение Для работы и молитвы Где было бы тихо И где бы ему никто не мешал И так бы поступила любая нормальная церковь Чтобы помочь пастору защитить свое помазание Конечно, если у пастора есть жилка гордости Тогда он неправильно поймет такую заботу И у него может сложиться представление Что церковь была построена только для того Чтобы ему было где проповедовать Но это не так Церковь была построена для того Чтобы восполнять нужды людей А делает она это с помощью помазания Именно благодаря помазанию уничтожается ермо Понимаете? И так церковь решила построить ему отдельное помещение И вот собрался церковный совет Вся деловая часть вопроса решена Все согласны Вот пришел глава строительного комитета С большой улыбкой на лице И представил всем свои расчеты Скажу вам, пастора Многим из вас это понравится Широко улыбайсян говорит Мы все спланировали Провели все подгодовительные работы У нас на счету в банке достаточно денег Чтобы построить этот дополнительный кабинет для пастора А также чтобы сделать все то, что нам нужно сделать Строительные работы обойдутся нам где-то в 50-60 тысяч долларов Таковы мои расчеты И он садится на место Совет начинает голосовать Но тут один из членов совета говорит Я хочу кое-что сказать Прежде чем мы будем голосовать Я разговаривал с владельцем этого небольшого бара в доме напротив церкви Я недавно встречался с ним И он сказал, что мы ему нравимся И поскольку все равно В воскресенье он практически свободен То мог бы приходить И открывать бар немножко раньше И приготовить для нас в углу Где всегда темно и прохладно Отдельный столик Конечно же, при этом он не упомянул тот факт Что там воняет, как в свинарнике Откуда я знаю? Потому что я бывал в подобных местах И я никогда не соглашусь заниматься в баре Потому что все, что можно было изучить в барах, я уже изучил И я уверяю вас Что там я ничему хорошему не научился Именно в баре я узнал Что значит быть помазанным не Богом А кое-кем другим Когда на вас изливается, вас втирается И вас обмазывает с ног до головы неправильный дух Иногда даже очень сильно Я знаю некоторых музыкантов Которые попали под очень сильное влияние дьявола И его помазание Но вернемся к моей истории Итак, этот дьякон встает и говорит Я разговаривал с хозяином бара в доме напротив И он сказал, что был бы рад отвезти для нас отдельный столик в углу Причем нам это ничего не будет стоить Нам будет тихо Тем более он сказал, что все равно в воскресенье он свободен Он может открыть свой бар немножко раньше И делать свои дела, пока пастор будет заниматься Он поставит на стул небольшую лампу И пастор сможет спокойно заниматься и молиться, сколько ему захочется И, конечно же, всегда найдется глупец, который скажет О, может быть, так пастор сможет привести этого человека к Господу Вы уже давно должны были привести его к Господу И на месте бара к этому времени уже должна была быть воскресная школа Так что не говорите глупости Не говорите этого Есть разница между тем, чтобы свидетельствовать И между тем, чтобы быть помазанным, проповедовать Слово Божие Есть помазание для свидетельствования Но есть время, когда пастору нужно просто прийти перед Богом И слушать Слово Божие Слушать голос Божий И получить от Бога направление для своей церкви И получить от Бога ответы на те вопросы о духовных вещах Которые ему задавали Вместо того, чтобы просто стоять перед церковью и говорить Да, Господь дал, Господь взял Что является самой большой ложью Которую я когда-либо слышал Но так написано в Библии Да, там записаны слова человека, говорившего ложь Вернитесь и почитайте еще раз В Библии записаны слова человека, говорившего ложь Который позже сам сказал, что говорил глупости своими устами В результате чего я оказался в проблеме Но приняв предложение хозяина бара, мы сможем сэкономить 50 тысяч долларов Божьих денег Именно такая мысль сразу приходит вам на ум И она является самой большой глупостью, которую я когда-либо слышал в своей жизни Кому вообще в голову могла прийти такая чушь? По-другому я просто не могу сказать Когда Господь сказал мне про это, я подумал Какая глупость Ни одна нормальная церковь не приняла бы такое предложение Однако после того, как я побывал во многих церквях Ты увидел, что некоторые бы приняли Но ведь это просто смешно Господь и хотел, чтобы это звучало просто смешно Когда говорил со мной об этом И тем не менее, есть церкви, которые настаивают на том Чтобы их пастор летал рейсовым самолетом Полным хмеля, бесов и всего остального И при этом даже не первым классом Они покупают ему место где-нибудь в хвосте самолета Прямо напротив туалета Где его окружает просто замечательная атмосфера И смотрите, чтобы он не уехал на день раньше А то придется еще платить за дополнительную ночь в гостинице Тем более служение начнется не раньше 7 вечера Так что он спокойно может улететь в обед И быть там еще задолго на начало Они садят его в хвост самолета, чтобы он там готовился к служению На котором должен проповедовать, летя через всю страну В то время как сами сидят дома и смотрят по телевизору всякую ерунду И он готовится там проповедовать кому-то У кого будет стоять выбор между жизнью и смертью Но из-за каких-то 50 тысяч долларов Ему придется это делать в самолете Которым управляют язычники В таком случае забудьте о помазании В чем же проблема? В том, что никто никогда не проповедовал о помазании Мы просто называли его Христом, не обращая на это никакого внимания Не знали, что это означает В составе летной команды Орла Робертса Я был так рад возможности летать на том самолете Потому что до этого я уже сказал Богу, что самолеты больше не являются моим Богом И мне все равно, даже если я больше никогда не буду летать И Бог дал мне работу на самом лучшем самолете, на котором я когда-либо летал Просто невозможно передать словами, что я почувствовал, когда сел в кресло пилота Это было начало 60-х Я управлял 13-местным самолетом В то время еще не было всех этих корпоративных самолетов такого размера, какого они есть сейчас И это был переоборудованный бомбардировщик Для тех, кого это интересует Это был Lockheed PV-1 И в этой модели самолета кнопки пуска двигателя находились со стороны второго пилота Так что это было его работой нажимать на них Ну а капитан делал уже все остальное И вот я сижу в кресле второго пилота Да, скажу вам Две тысячи лошадиных сил Стоят и ждут меня Слава Богу Я был почти вне себя Моим капитаном был сам Боб Дьюис Правая рука Орла Робертса Сильный муж Божий Он был моим капитаном И сидел рядом со мной Бел Пелис Самый помазанный евангельский певец в мире Сидел позади меня Я находился в окружении Самых известных людей Я был почти вне себя Я садился в свое кресло и держал свой палец вот так В то время, пока брат Дьюис читал контрольный список Проверяя одно, второе, третье Прежде чем начать запускать самолет по контрольному списку И вот он говорил мне Включить насос Я повторял, включить насос Потом он говорил, включить первый двигатель Я повторял, включить первый двигатель И тут уже наступало мое время И вот двигатель приходил в работу Вам надо было слышать этот звук Оживал 18-цилиндровый двигатель А я сидел там и думал Боже мой, неужели это я? О, Иисус! Иисус дал мне эту работу Иисус посадил меня в это кресло Я был просто в восторге И вот мы прилетели на собрание в Мемфис Разгрузили самолет Погрузили все в машины и так далее В мои обязанности входило поставить самолет в ангар Я поставил его в ангар, все закрыл Одним словом, сделал все, что нужно было И я подумал, мы будем здесь целую неделю А я уже все сделал То есть я свободен Так как никто не сказал мне ни слова о том Что я буду должен сделать что-то еще И так я сел в машину вместе с остальными членами команды И отправился на служение Там был примерно такой же зал, что и здесь Весь первый этаж был заполнен больными людьми Потому что нужно было прийти на дневное служение Чтобы получить молитвенную карточку И услышать Слово Божие Иначе вас не пускали на молитву за исцеление Нельзя было просто прийти Получить что-то вроде терапии Духа Святого и уйти Для того, чтобы получить молитвенную карточку Нужно было прийти и послушать Слово Божие на дневном служении Когда я зашел туда, то вся духовная атмосфера была просто заряжена болезнями и немощами Я никогда раньше не видел такого большого количества больных людей в одном месте Я не знал, что делать Мне даже стало немного не по себе Потому что я еще ничего в то время об этом не знал Я не знал, как ходить верой Я пытался Я хотел жить верой Но ничего не знал о вере Боже мой Я никогда в жизни ни за кого не молился Я имею в виду, что я ничего не знал о том, как молиться за кого-то Да, я молился за людей Но я не знал, как надо было за них молиться Я просто молился за них Потому что хотел хоть что-то сделать Понимаете? Я зашел туда, но сразу же развернулся И вышел из зала через служебный вход Когда я вышел за дверь, Господь остановил меня и спросил Он спросил меня Куда ты идешь? Я ответил Я возвращаюсь к Талсу Он сказал Но я послал тебя сюда Я ответил А мне не важно, что ты послал меня сюда Я возвращаюсь к Талсу Он спросил Почему? Я ответил Они смогут прилететь на этом самолете домой без меня Никогда в своей жизни я не видел столько больных людей И мне нечего им предложить Я даже не знаю, что я здесь делаю Я не знаю, что с ними делать Поэтому я возвращаюсь домой Я сяду на автобус И вернусь домой И я развернулся, чтобы идти к автобусной остановке Только почему-то не мог сделать ни шага И тогда я сказал Отпусти меня Я имею в виду, что казалось, будто мои ноги просто приклеились к асфальту Я сказал Отпусти меня, я еду домой А Бог снова спросил Почему? На что я громко ответил ему то же самое Я был очень расстроен Вокруг были люди, но мне уже было все равно Я сказал Мне нечего предложить этим людям Самым больным людям Которых я когда-либо видел в своей жизни Можно было даже чувствовать этот запах болезни, зайдя туда Я сказал Отпусти меня, я еду домой Мне нечего предложить им Бог ответил Да, но у меня есть, что предложить им И вот к чему я все это говорю вам сейчас Господь сказал мне Вот почему я крестил тебя в Духе Святом И тут до моего духа И до моего разума дошло Он во мне Понимаете, это помазание Все дело в помазании И тогда я начал учиться защищать это помазание Жить с Богом Ставить себя в такое положение Где я могу слышать Слово Божие Слышать голос Божий Замолкать Хотя бы время от времени Иисус сказал Овцы мои знают мой голос Поэтому, когда вы молитесь Возьмите это местописание и скажите Я хочу слышать твой голос Защищайте свое помазание Ходя в вере Ходя в любви Ходя с Богом Ходя в обетованиях Божьих Будьте внимательны В отношении той атмосферы В которой вы находитесь И когда Господь скажет вам Войти в эту старую Злую, тяжелую, пропитанную Дьяволом атмосферу Вы войдете в нее с Божьей властью Пребывающей на вас Вы войдете в нее Облаченные в помазание Вы можете носить это помазание Так же, как вы носите пальто Вы можете просто одеться в него Апостол Павел говорил о помазании Как об облачении Оденьте на себя это пальто Помазание И ходите в нем Стремитесь к тому, чтобы ходить в нем Если вы являетесь пастором То выходя проповедовать Стремитесь проповедовать с помазанием И властью Божией Которые пребывают на вас И если какой-то бес попытается Открыть свой рот То во имя Иисуса Пригвоздите его к стене И изгоните его из человека Который начинает кричать И вопить и орать Прямо посреди собрания Пытаясь угасить Дух Божий Вместо того, чтобы говорить Чтобы говорить Брат Копунт Мы как раз молились о том Чтобы Бог послал человека Помазанного изнать этого беса И как долго такое продолжается Вашей церкви? 18 лет Значит, пастор оставил свое пальто дома Какое пальто? Помазание Все оружие Божие Видите, из чего состоит это помазание? Из шлема спасения Брони праведности Из ваших чресел Припоясанных истиной То есть Словом Божьим Как насчет ваших ног? Наши ноги Обуты в готовность Проповедовать Евангелие мира Ведь именно там Так написано Помните, мы читали В 10 главе Деяния Вы знаете, происходившее по всей Иудее Начиная от Галилеи После крещения Проповедованного Иоанном Благовествуя мир Через Иисуса У меня не так много времени Поэтому давайте сделаем вот что Откройте второе послание Коринфянам Также в послании к Римлянам 1.16 Говорится, что Евангелие является силой Божией Для спасения или освобождения Немного сократите эту фразу И она откроет вам глаза Евангелие является силой Божией Что такое сила Божия? Помазание Имя Иисуса имеет такую силу потому Что оно помазано Его Слово является силой потому Что оно помазано Что значит помазано? Это значит, на нем есть присутствие Божие Хорошо, вернемся ко второму посланию к Коринфянам 4 глава, 1 стих Посему, имея по милости Божией такое служение Мы не унываем Но отвергнувши скрытные постыдные дела Не прибегая к хитрости И не искажая Слово Божие А открывая истину Представляем себя совести Всякого человека перед Богом Если же и закрыто Благовествование наше То закрыто для погибающих Для неверующих У которых Бог века сего Ослепил умы Чтобы для них не воссиял свет Благовествования О Славе О славе О славе В оригинале сказано Славного благовествования Или Евангелия Славного Это не просто какое-то хвастарство Это значит Евангелие наполнено славой Божией Проявление Евангелия Проявление славы является проявлением силы Которая уже есть в Слове Божьем В Евангелии Что такое Евангелие? Что такое благовесть? Это Евангелие Помазание Это проповедь о помазании Как Бог Духом Святым И силой Помазал Иисуса Из Назарета И Он ходил Благотворя Исцеляя всех Угнетаемых дьяволом Вот это и есть Благая весть И второй главой Благой вести является то Что помазание Все еще здесь И оно пребывает На каждом Кого призвал Бог Оно пребывает На каждом С кем Иисус соединил себя Иисус является Главой тела помазания Именно это Дьявол пытается Скрыть от нас Так какое же отношение Помазание Имеет к той готовности Благовествовать мир В который вы обуты? Евангелие Является Силой Божьей Так что если вы обуты В готовность Проповедовать Евангелие Помазание Которая является Силой Божьей Тогда вы должны Ходить В силе Ходить в силе Куда бы вы ни шли Что бы вы ни делали Вы должны быть Помазаны Богом Чтобы идти И делать то Что нужно Потому что Что бы это ни было Вы будете делать Это во имя Иисуса Это поможет вам Хранить себя От греха Почему? Чтобы защитить Помазание Я не буду грешить Я не буду этого делать И тем самым Разрушать Помазание Божие Которое на мне Хватит и того Что в каждом поколении Были проповедники Которые Зная Не проповедь О помазании Вместо того Чтобы просто проповедовать И называть Иисуса Христом Постоянно Зная Они ее То наверняка Многие из них Не купились бы На обман дьявола И не оказались бы В яме Я знаю Что в моей жизни Есть достаточно много Вещей Которые никогда бы Не произошли Зная О помазании И пойми Я свою ответственность За защиту Этого помазания Или захождение Во всеоружии Божьем Чтобы защищать его Потому что Понимаете У меня есть выбор Я могу защищать Или не защищать Своё помазание Были времена Когда помазание Оставалось на мне Только по милости Божией Потому что я знал Что после всего Что я сделал Оно должно было бы уйти И Бог сделал это Не ради меня Он сделал это Ради тех людей Которым я служил Но если вы будете Продолжать вести себя В том же духе Думая что действительно Являетесь каким-то особенным Поэтому можете поступать Как угодно И на вас все равно Будет помазание Когда вы будете Проповедовать вечером То в один из таких вечеров Вы обнаружите Выйдя на сцену Что помазания уже нет А так как делать все равно Что-то надо То вы попытаетесь Сымитировать его Что станет началом Вашего падения В самую глубокую яму Вашей жизни Потому что можно попасть В яму Даже не осознавая Что ты уже в ней Мало-помалу Переходя от действия В дарах духа К действия Под влиянием Не чистого духа А культного духа Но все, о чем вам Нужно помнить Это о защите Своего помазания Я хожу верой Я хожу в обетованиях Божьих Я хожу в любви И я не какой-то там Клоун Я не должен Убеждать вас Во что-то верить Это не моя работа Моя работа Заключается в том Чтобы проповедовать Слово Божие Вовремя и не вовремя Я не собираюсь проповедовать Чтобы обличать вас Это тоже не моя работа Обличение является Работой Духа Святого Он может делать то, что хочет А я буду просто Проповедовать Слово Божие И поступать поистине Нового Завета И Бог благословит меня Несмотря на меня Я знаю это Аминь Почему? Потому что Когда вы ходите во свете Подобно как и он во свете То его кровь Очищает вас От греха Поэтому оставайтесь Во свете Каким образом? Оставаясь В любви Именно о Слове Божьем Говорит первое послание Иоанна Когда вы храните себя в вере Храните в любви Божьей В имени Иисуса В Слове Божьем Ходите в помазании Божьем Тогда как написано Лукавый не прикасается к вам Разве не к этому мы стремимся? О да И в следующий раз Когда вы пойдете в пустыню Вы пойдете туда уже Для того Чтобы вытащить кого-то оттуда Вместо того Чтобы самому блуждать по ней И пудрить тебе мозги Аминь Давайте встанем И воздадим Господу хвалу Просто возвысьте свой голос И прославьте Бога И примите это послание О помазании Примите обетование Божие Примите помазание Помогать другим И ходите верой Ходите в любви Аллилуйя Спасибо тебе, Иисус Спасибо тебе, Господь Давайте просто поднимем свои руки И воздадим ему хвалу Аллилуйя Слава тебе, Господь 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 Как мы должны смотреть на некоторые вещи? Как церковь, мы должны наблюдать за своим пастором. Однажды я проповедовал в одной церкви. Мы с пастором вышли из комнаты, где он работал, и шли по коридору в направлении зала, где должно было проходить собрание. Мы шли по коридору, который был длиной примерно как отсюда и до рояля. И пока мы шли, он периодически останавливался и поднимал какой-то мусор, то один, то другой. То один, то другой. И пока мы шли, постоянно я останавливался и ждал, пока он уберет мусор на полу. Для меня это выглядело довольно странно. И Господь сказал, он является уборщиком в этой церкви. И знаете, Иисусу было больно на это смотреть. Он не должен быть уборщиком в своей церкви. И одна из причин, почему он был не уборщиком, заключалась в том, что он никогда никому не делегировал эту власть. Он пытался сам управлять всей церковью. Никого больше не допускал к этому. Такая вот маленькая, старенькая, страдающая, немощная церковь, которая ничего не может делать, потому что пастор слишком занят подметанием пола, проверка отчетов воскресной школы, выпуском журналов, которые даже после его редакции остаются таким же плохим, как и до нее. Все эти глупые истории о коровах, воздушных змеях и разной другой чепухе. Прямо как в том журнале, который мы читали, когда я еще ходил в воскресную школу. Я ненавидел его. Я ненавидел ту воскресную школу, я ненавидел все эти кружки. Я не хотел в них участвовать. Почему? Потому что там не было никакого помазания для работы с детьми. Все эти люди работали учителями в воскресной школе только лишь потому, что кто-то попросил их там поработать. Я не любил их, а они не любили меня. Я все время говорил, что как только я вырасту и стану таким же большим, как мама, я уйду отсюда и никогда больше не вернусь. Но возьмите, к примеру, нашу воскресную школу в церкви Eagle Mountain, где дети ездят в церковь на космическом корабле. О да, да. В нашем служении есть люди, которые помазаны Богом убирать полы. Некоторые из них не помазаны, поэтому не очень-то хорошо делают свою работу. Но те, которые помазаны, делают свою работу так, что здание наполняется песнями и танцами в то время, когда они моют пол, хотя они всего лишь занимаются уборкой. И если учителя воскресной школы помазаны, то детей просто не вытащить оттуда. Как один маленький мальчик сказал своей маме, когда она забирала его из воскресной школы, «Мама, я уверен, что Господь хочет, чтобы мы ходили именно в эту церковь». Ему было так весело и интересно. И плюс ко всему этому он выучил больше мест Писания и узнал больше принципов веры, чем знала его мама. Вы слушаете меня. Почему? Из-за защиты помазания. И, конечно же, мы все несовершенны. Мы все совершаем какие-то ошибки. Я совершил несколько, например, сегодня утром, еще до того, как вышел из номера гостиницы. Но благодарение Богу, что когда мой сын приехал за мной, он был помазан, и его помазание зашло на меня. Поэтому я покаялся и поблагодарил Бога за него. Да, аминь. Единственная разница между вами и мной состоит в том, что я научился каяться и возвращать помазание назад. А некоторые из вас так и продолжают ругаться. Аминь. Но больше такого не будет. Эти дни закончились. Бог собирает свою семью вместе, и мы будем ходить в большей силе, в большей любви и в большей вере, чем когда-либо за всю историю Земли. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы принимаем Его благословение в свою жизнь. Мы благодарим и прославляем Тебя за Него. И я прошу Тебя, отдавая себя в руки Духа Святого, который является нашим учителем, нашим лидером и нашим руководителем, чтобы это учительское помазание очень точно выполняло свою работу, а также чтобы люди очень точно принимали Его, чтобы мы могли услышать с неба. И мы благодарим Тебя за Него и принимаем Его как Слово Божие во имя Иисуса. Я прошу Тебя, чтобы силы живого Бога коснулось сегодня каждого человека, находящегося здесь, чтобы всякая нужда была восполнена. Во имя Иисуса. Аминь. Хвала Господу. Давайте вернемся к 4 главе Евангелия от Луки и еще раз прочитаем это местописание. Мы говорим о помазании. И я хочу, чтобы вы слушали меня сейчас очень внимательно, потому что я не хочу, чтобы нас с вами бросало из стороны в сторону. Мы с вами должны стоять на том, что говорит Слово Божие. Потому что речь идет не просто об одной из тех проповедей, благодаря которым мы можем улучшить свою жизнь на личном уровне. Это то, чем рано или поздно нам потребуется поделиться с другими людьми. Это то, о чем мы с вами должны будем проповедовать. О чем мы должны будем говорить. Я имею в виду, что проповедь о помазании является ядром всего откровения Царства Божьего. Когда Иисус проповедовал ее, то Он проповедовал ее по всей Иудее. Он проповедовал ее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, о котором проповедовал Иоанн. Иисус проповедовал проповедь о помазании. И Он говорил, «Ду Господень на мне, ибо Он помазал меня проповедовать благую весть нищим и так далее и тому подобное». Когда Иисус проповедовал ее, Он проповедовал проповедь, касающуюся помазания. Когда Петр проповедовал ее, то Он проповедовал проповедь помазанного. Говоря о помазанном, вы, конечно же, говорите и о помазании, потому что помазание пребывает на помазанном. И я абсолютно уверен, что апостол Павел в первую очередь ссылался именно на эту проповедь, которую проповедовал Иисус, на проповедь о помазании, на проповедь помазанного, о том, что значит быть помазанным, что значит быть помазанным помазанием. На помазании Иисус основывал искупление, на нем он основывал вечность, на нем он основывал исцеление, на нем он основывал освобождение, он все основывал на нем. И Павел пишет, что Христос искупил нас от проклятия закона. Видите, как он говорит об этом? Он ссылается на проповедь, которую Иисус проповедовал о самом себе, а также на то, о чем говорил Петр. Первое, о чем узнал апостол Павел после того, как стал христианином, помимо того, что Иисус больше не позволит ему продолжать преследовать его церковь, было то, что Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета, и он ходил, благотворяя и исцеляя всех угнетаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Это было первой вещью, которой научился Павел. Так нам говорит Писание. Почему? Потому что это то, чему были научены все остальные ученики. Это было их первой проповедью. Это было то, о чем они проповедовали. Но почему? Потому что это было проповедью Иисуса, и поэтому оно стало и их проповедью. Именно поэтому тема помазания была так важна для них. А мы из-за неверия и многих других причин потеряли ее. Но одна из главных причин заключается в том, что мы никогда для начала так и не перевели слово «Христос». Мы так и оставили его на греческом. И давайте почитаем эти места Писания и позволим Библии самой рассказать все то, о чем я сейчас говорил. В 18 стих Иисус прочитал «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленам освобождения, слепым прозрения, отпустить измученных или разбитых людей на свободу, проповедовать след о Господне благоприятное». Вот о чем проповедовал Иисус, когда сел. Итог его проповеди подведен в 21 стихе. И он начал говорить им. «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Эти слова подвели итог той проповеди, которую он проповедовал. Если бы это было единственным, что сказал Иисус, то было просто написано, что он сел и сказал, «Ныне исполнилось, слышанное вами». Но здесь написано, что Иисус начал говорить. И дальше перечислены некоторые другие вещи, которые он сказал. Были люди, которые пытались перебить его. Они засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходившими из уст его, и говорили, «Не Иосифов ли это сын?» Я думаю, что они просто кричали ему, когда он проповедовал. Чем изменили ход его проповеди? Потому что Иисус ответил им. Он сказал, «Конечно, вы скажете мне присловие, «Врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем Отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме». Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем Отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле, во дни Илии, когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Иисея. И ни один из них не очистился, кроме Неймана, Сирианина. Эти слова так разозлили их, что они захотели убить Иисуса. Их раздражала одна только мысль о том, что Бог может благословить Сирианина. А Иисус говорил о помазании, понимаете? И Он обращался к людям, которые знали о Нем. Потому что Он сказал, что помазание было среди них. Но они не приняли Его. Слово Божье было в Израиле, но они и Его не приняли. Что оставило их без всякого источника исцеления. Но вот пришел Нейман. Почему Нейман решил пойти туда? Потому что маленькая девочка рабойня сказала о своей хозяйке, жене Неймана, жене сирийского военачальника. «Если бы господин мой мог поехать в Израиль, потому что там есть пророк, который может исцелить его». О чем она говорила? О помазании. Очевидно, что раньше кто-то уже исцелился. Аминь. Понимаете? На Самуиле было помазание, не так ли? Что произошло с Давидом? Он был помазан Самуилом. Понимаете, в то время для этих людей не было доступно рождение свыше. Им не было доступно крещение Духом Святым, как нам с вами. Поэтому символом помазания для них было помазывание маслом. В те дни было очень трудно верить во что-то, не видя этого. Потому что, будучи мертвыми духовно, они не имели в себе той духовной жизни веры, которую имеете вы. Сегодня Слово Божие просто оживает вас. И когда кто-то проповедует, как, например, Глория сегодня утром, и как раз когда она проповедовала сегодня о Духе веры, то я подумал, да, ведь это же так легко. Я могу это сделать. Боже мой, я могу это сделать. Если ты маленькая, светловолосая женщина может это сделать, значит, и я могу. Я могу это сделать. И Слово Божие начинает возгреваться внутри вас. Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Но это возможно благодаря тому, что внутри вас находится жизнь вечная. Понимаете, внутри вас находится помазание, чтобы сделать это. И Библия говорит, что именно благодаря этому помазанию вам не нужно, чтобы кто-то извне свидетельствовал вашему внутреннему человеку. Потому что когда кто-то учит под помазанием, тогда то помазание, которое есть внутри вас, поднимается и говорит, да, да, это от Бога. Ухватитесь за это, вцепитесь в это, как собака, и держите. Или наоборот, вы слышите какую-то проповедь или учение, и вроде бы все хорошо, все звучит правильно, но где-то внутри вас что-то говорит, нет, нет, нет. Это помазание. Во времена Ветхого Завета такого не было. Поэтому в то время людям приходилось полагаться на знамения и другие вещи, и они использовали масло. И Бог почитал это. Потому что это теплое масло, стекая с головы на тело, поднимало их естественную человеческую веру. И Бог почитал такие средства, потому что ничего другого тогда не было, понимаете? Но только стоило Иисусу вспомнить об этих пророках, как они так разозлились, что попытались убить его. Глупо, не так ли? Но мы с вами поступали точно так же. Конечно, не в такой агрессивной форме, как правило, но наше неверие связывает его сегодня точно так же, как и их неверие в те дни. Однажды я спросил Господа, «Господь, что я могу сделать, чтобы ранить дьявола?» Я хочу причинить ему боль. Я хочу, чтобы он убегал от меня в сильной боли. Я хочу ранить его. Я знаю, Слово Божие говорит, что я могу связать его, но если я, например, хочу причинить кому-то боль, то просто возьму в руку дубину и ударю ей прямо по лицу. Так я могу ранить и причинить боль. И я хотел бы причинить боль дьяволу, потому что он причинил достаточно боли мне. И я хотел бы отомстить ему. Тут Господь напомнил мне, «Успокойся мне от мчения, я вас дам». Но я все равно спросил, «Как я могу доставить дьяволу больше всего проблем?» И тогда Господь ответил, «Так же, как ты доставляешь их мне». Этого я совсем не хотел услышать. Я спросил, «Что?» Господь ответил, «Не делай то, что Он говорит тебе». Именно так вы останавливаете Бога в своей жизни. Честно говоря, я не думал об этом, когда задал ему свой вопрос, но за многие годы я убедился, насколько Бог был тогда прав. Это настолько просто, что поначалу в это даже трудно поверить. Но чем вы больше думаете об этом, тем более реальным оно становится. Боже мой! Просто не делайте то, что дьявол вам говорит. Скажите дьяволу, чтобы он замолчал, потому что вы не собираетесь делать то, что он говорит. Иисус проповедовал о помазании по всей Иудее. И когда его проповеди верили, тогда помазание исполняло обетование. Иисус проповедовал о помазании по всей Иудее. Именно так работает Бог. И Он никогда не изменяется. В первой главе Евангелия от Иоанна написано, «Вначале было Слово». И Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно вначале было у Бога. «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Здесь говорится, что Слово и Бог являются одним и тем же. И Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Ничто без Него не начало быть, что начало быть. И ничто не было сотворено без Слова Божьего. Именно так действует Бог. Адам, совершив государственную измену И склонив свои колени перед дьяволом Отдал дьяволу власть над человечеством И над нашей планетой Но сейчас дьявол больше не имеет власти над нашей планетой И над людьми Иисус сказал Дана мне вся власть на небе и на земле В данном случае он говорил не о помазании, а о власти Власть и помазание Это две разные вещи Но они работают рука об руку Помазание без власти использовать его не имеет никакой силы В свою очередь власть, бестоящая за ней силой, тоже бессмысленна И это все равно, что полицейский, подняв руку Попытается остановить несущийся на него огромный грузовик Водитель которого не хочет останавливаться Забудьте об этом Грузовик просто переедет его Полицейский для него ничего собой не представляет То же самое иногда происходит и в духовном мире Потому что сатана является преступником И он просто переедет вас Но Возьмите того же полицейского Посадите его в танк Зарядите орудие И тогда, когда он высунет голову из люка, поднимет руку и скажет Стой И направит на вас ствол То я посоветовал бы вам в этот раз остановиться Или лучше вообще поехать другим путем Потому что если вы не остановитесь Он просто сотрет вас с лица земли Понимаете? Я привел вам этот пример, чтобы проиллюстрировать Что значит власть плюс сила Итак, Бог делегировал Адаму власть Увенчал его своей славой Дал ему власть над всеми делами рук своих Конечно же, Адам имел право сделать то, что он сделал Он имел право совершить государственную измену Хотя никто ему этого не поручал Это все равно, что вы поставили кого-то во главе своей компании Дали ему право и власть управлять ею А он взял и продал ее Понимаете, Адам знал, что делал Библия говорит, что его жена была обманута Но не он Склонившись перед сатаной Адам поставил Бога в такое положение Когда тот был вынужден почтить его поступок Потому что Бог дал ему власть так поступить Просто Бог не поручал ему делать это Но с другой стороны, Бог дал ему власть так поступить Поэтому Бог не мог снова взять прах земной И сотворить другого человека Так как земля больше не принадлежала ему Бог не мог пойти в духовную сферу И сотворить другого человека И вдохнуть в него дыхание жизни Нет, почему? Откуда он мог взять другого человека? Процесс уже пошел Чрево женщины получило власть быть входом на эту землю И без Адама и его жены У Бога не было никакого входа на землю Земля больше не принадлежала ему Поэтому под влиянием того, что сделал Адам Богу пришлось вернуться к его первоначальному методу творения Который заключался в чем? Вначале было слово Поэтому Бог начал говорить слово Он начал говорить слово И каждый раз, когда Бог находил человека, который был готов слушать его Он говорил слово Сегодня нас и интересует именно то слово, которое он сказал Как сказанное Богом слово могло что-то осуществить или сделать Когда у него не было права просто так сказать, да будет человек Слово должно было прийти в виде обетования Бог говорил Я сделаю то-то и то-то И если человек отвечал Хорошо, я принимаю это И я оставляю тебя ответственным за то Чтобы исполнить это по завету Заключенному между нами Тогда Бог мог сказать дьяволу Человек сказал, что я могу это сделать Понимаете? Вот как Богу удалось все это сделать Потребовалось много времени, чтобы разобраться со всеми духовными последствиями случившегося Мы с вами и представить себе не можем, чего все это стоило На это ушло несколько тысяч лет Если бы можно было, то Бог сделал бы все за одну ночь Потому что Он не хотел, чтобы всем на земле заправляла рука смерти В свою очередь, господство Адам над этой планетой было ограничено во времени И сейчас мы приближаемся к концу отведенного Ему времени Так что очень скоро все изменится Библия говорит, что если бы не было сокращено время, то погибли бы даже избранные Но Бог сократит время до тысячи лет И после того, как закончится это тысяча лет Которое мы называем тысячелетним царством Бог просто переделает всю землю Чтобы избавиться от всего этого сатанинского мусора И вернет все на свои места Как оно и должно было быть все это время Меня это просто приводит в восторг Я никогда не забуду тот день Когда Бог сказал мне это Слово Божье Является законченным и утвержденным Не просто заветом между вами, мной и Иисусом То есть говоря языком завета между нами и Отцом Потому что именно на его основании действует Бог Именно Слово Божье высвобождает силу в нашей жизни Именно на Слове Божьем основано помазание На обетованиях Божьих На великих и драгоценных обетованиях Через которые мы стали причастниками божеского естества Понимаете? Вот чем является помазание Божьим присутствием Божьей сущностью Но в то время, когда сатана сделал то, что он сделал Или когда Адам сделал то, что он сделал Еще не было Библии Но она есть сейчас Сейчас их действия противозаконны Вы заметили, что не было закона По которому можно было бы обвинить Каина в убийстве Авеля Был тогда закон? Нет Тогда не было никакого закона, чтобы обвинить Каина Но сейчас есть Сейчас вы не можете убить своего брата и остаться безнаказанным Конечно, можно избежать наказания, подкупив суд Но вам не удастся подкупить главного судью Понимаете? Я не говорю о суде Иванове Я говорю о суде Иисусе И в будущем Если к какому-нибудь ангелу вдруг придет мысль У сатаны не получилось, но я верю, что у меня получится То в тот же момент Он попадется на крючок Ему придется встретиться лицом к лицу С одним из воскресших святых Который держит его на этом крючке, смотрит ему прямо в глаза и говорит Лучше закрой-ка свой рот Те времена прошли И царствование этого ангела продлится не более 8 миллисекунд И его будут судить на основании кровного завета Заключенного в крови Иисуса Святые, которые жили по этому завету И которые имеют право Судить ангелов Здорово, не так ли? От одной только мысли об этом мне хочется начать бегать по залу Слава Богу вовеки И я сказал вам все это для того Чтобы поподробнее объяснить И еще раз напомнить то, о чем мы уже говорили Чтобы мы могли двигаться дальше Именно так работает Бог Когда Бог хочет что-то осуществить или сделать То Он сначала обещает это И затем те люди Которые согласятся и примут это обетование Вкладывают его в свое сердце Вкладывают его в свои уста А вкладывая его в свои уста Они тем самым вкладывают его в свое сердце А вкладывают его в свое сердце Они снова вкладывают его в свои уста В результате чего приходит вера Вот что происходит Бог дал вам обетование для того Чтобы возгревать веру После того, как вера возгрета Она становится ее верой Он вложил ее в вас Как? Через обетование И когда вы начинаете говорить это обетование своими устами Оно осуществляет или исполняет в вашей жизни и в его жизни то Что должно было исполнить То, что Бог с самого начала предназначил для вас Понимаете? Но как Глория сказала сегодня утром Бог не будет принимать решения за вас У него уже есть для вас план И его план для вас является совершенным и благим Если бы вы жили в соответствии с ним То у вас бы никогда не было никаких проблем Но я, например, не знаю ни одного человека Который бы всегда строго придерживался его Именно поэтому нам дана кровь Иисуса и Елизавет Которую эту кровь ратифицируют Чтобы помочь нам, когда мы отходим от этого плана Аминь Вот почему Иисус проповедовал то, что он проповедовал Иисус сказал Дух Господень на мне Откуда он это знал? Из обетования в Библии Которое Бог сказал человеку, а человек его записал И сегодня оно находится здесь, на земле И дьявол не может ничего с ним поделать Он находится в тупике И это обетование Относится к тому Что Бог сказал дьяволу в Эдемском саду Придет тот, кто поразит тебя в голову Часть данного обетования относится именно к этим словам, не так ли? Исайя услышал его Сказал его Поверил и принял его И вот оно осуществилось Иисус взял это обетование И проповедовал о нем целую проповедь Итогом которой были слова Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами И что в результате произошло? Благодаря этому обетованию, данного Богом Иисусу Было высвобождено помазание Которое открыло доступ к обетованию Теперь, когда кто-то принимает его Помазание начинает действовать И осуществлять обещанное Как только оно было сказано Иисус сказал Я здесь, поэтому вам больше не нужно оставаться больными Вам больше не нужно оставаться больными Болезнь не является проклятием Я ваш искупитель И кто-то сказал ответ Слава Богу Написано, что они прославили Бога И были исцелены Но были те Которые сказали Что? Да я знаю его сестру Я знаю его маму А помазание было среди них Но оно не могло действовать Потому что помазание действует Словом Божьим Вера приходит от слышания От слышания от Слова Божьего Мы принимаем верой Вам больше не нужно оставаться больными Болезнь является проклятием Я ваш искупитель И кто-то сказал ответ Слава Богу Написано, что они прославили Бога и были исцелены Были исцелены Но были те, которые сказали Что? Да я знаю его сестру Я знаю его маму А помазание было среди них Но оно не могло действовать Потому что помазание действует Словом Божьим Вера приходит от слышания От слышания от Слова Божьего Мы принимаем верой Не потому что Бог сказал Они должны принимать веру Или иначе вообще ничего не получат Нет Мы принимаем верой просто потому Что мы так устроены Вы не получите никакой силы Из своей физической пищи До тех пор Пока не сидите ее Так что это не является какой-то прихотью Бога Просто вы сотворены таким образом По-другому ничего не получится Можно сидеть и целый день тереть морковку Но в результате вы получите только желтые руки и не больше Почему? Потому что вы сотворены таким образом И с этим ничего не поделаешь Вы можете сказать Бог должен был сотворить меня иначе Вам, конечно же, очень поможет Если вы будете сидеть и только об этом и думать Потому что вы ведь все равно не можете изменить то, как вы устроены К тому же Бог умнее вас Благодарение Богу, что Он сделал все так, как сделал Подумайте, ведь Он мог бы сотворить вас так, чтобы ваш рот был вот здесь Как бы вы тогда выглядели Так что не занимаетесь подобной глупостью Приходя в соответствие с творением Вы приходите в соответствие с Творцом Приходя в соответствие со Словом Божьим Вы приходите в соответствие с Богом Приходя в соответствие с помазанием Вы приходите в соответствие с помазанным Приходя в соответствие с помазанным, вы приходите в соответствие с помазанием Которое является силой, поддерживающей и исполняющей его обетование Произошло то, что он сказал Происходит то, что он говорит Произойдет то, что он скажет И за всем этим стоит помазание Аминь Теперь вы видите этот процесс? Именно поэтому так важно, чтобы мы осознали и лучше понимали Что без помазания ничего из того, что было бы в нашу пользу, не произойдет У нас сложилось странное представление о силе Божией А все потому, что главная истина Касающаяся силы Божией, то есть помазания, не работала среди нас Хотя все это время мы говорили о ней и знали, что оно существует Как сказал недавно брат Робертс Я знал, что помазание существует Я знал, что оно у меня есть Я говорил о нем, но так и не мог до конца понять, что же это такое Я больше знал о том, чем оно не являлось Чем о том, чем оно являлось Почему? Все очень просто Это слово Христос Которое мы постоянно используем Не принесло нам никакой пользы, потому что мы совершенно неправильно думали о нем Мы думали, что оно является фамилией Иисуса Мы думали, что оно является его титулом Но это не так Поэтому чем больше мы о нем узнаем Тем меньше мы будем огорчать и останавливать Духа Святого Мы учимся, как ходить в помазание Есть одна вещь, которую я научился у брата Хейгена После того, как помазание было высвождено в моей жизни Я не должен отпускать его Я не должен основывать его на чувствах Когда недавно брат Робертс возложил на меня руки В тот момент я не смотрел на него И не ожидал, что помазание будет таким сильным Скажу вам, бык не толкнул бы меня сильнее Но знаете, я даже не почувствовал, как упал на пол И хотя сейчас я не чувствую его своим телом Но в своем духе я знаю Что помазание учить пребывает на мне Я знаю это Я знаю, что оно действует сейчас Я не чувствую сейчас того, что я чувствовал Когда брат Робертс возложил на меня руки Меня не валит снова с ног Конечно, в тот момент это было что-то удивительное Но помазанию совсем не обязательно надо быть таким сильным Чтобы сделать свою работу Иногда, когда помазание Божие сходило на меня Я вообще ничего не чувствовал Но я принял его по Слову Божьему И когда я продолжал исследовать Слово Божие Помазание подтверждало свое присутствие тем Что выполняло работу Иисуса И с того времени Каждый раз, вспоминая или думая об этом Я говорю своими устами Что помазание, которое сошло на меня Когда брат Роберт возложил на меня руки Все еще работают в моем теле Чтобы исцелять, врачевать, изменять и обновлять мое тело А когда вы вдобавок подкрепляете свои слова еще и местами Писания То начинаете видеть, о чем Бог говорил все это время В 102-м псалме написано «Благослови душа моя Господа Благослови святое имя Его И вся внутренность моя святое имя Его И не забывай всех благодеяний Его И одним из этих благодеяний является обновление Насыщает благами желание Твое обновляется Подобно орлу юность Твоя Чем старше я становлюсь, тем интереснее для меня это место Писания Понимаете? Я продолжаю исповедовать Его Когда я научился кое-чему о помазании То это только лишь еще больше раскрыло для меня данное обетование Когда я впервые услышал Его, то подумал «Как такое возможно?» Но с тех пор, как я ухватился за Него Произошло очень много вещей, связанных с Ним Потому что я не отпустил Его Я исповедую Его каждый день И как я уже сказал То помазание, которое сошло на меня Когда брат Робертс возложил на меня руки Слава Богу, работает во мне сейчас Оно работает во мне сейчас Чтобы производить божественное здоровье Оно работает во мне сейчас Чтобы производить исцеление и врачевание Оно работает во мне Чтобы улучшить работу моего мозга Оно работает во мне Чтобы исцелять мои глаза и прочищать мои уши Благодарение Богу оно работает во мне на основании 102-го псалма, в котором Слово Божие говорит, «Он насыщает благами желание мое и обновляется подобно орлу юность моя». Одно лучше другого. Слово Божие именно, оно является помазанным. А разве Иисус не является Словом Божиим? Говоря Слово Божие, вы говорите Иисуса, а говоря Иисусу, вы говорите помазание, потому что помазание пребывает на помазанном, которое является Словом Божиим. Вы должны сейчас просто кричать, потому что это совершенно свежее откровение. Хвала Господу. Аминь. Хорошо. Давайте прочитаем еще некоторые места Писания. Я хочу вам показать роль проповеди о помазании в жизни апостола Павла. Давайте откроем Деяние 9.17. «Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал, «Братцавал Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел, и исполнился Святого Духа. И тотчас, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел и, встав, крестился, и приняв пищу, укрепился». Прежде чем мы прочитаем следующий стих, не забывайте, что Савва Старса был высоко духовно образованным человеком. «Он сидел у ног Гамалиила». Он знал, что говорит Ветхий Завет. Очень важно об этом помнить. «И приняв пищу, укрепился, и был Савву несколько дней с учениками в Дамаске». Обратите внимание на слово «точес». Оно значит «без промедления», без оглядки, то в одну, то в другую сторону. «И тотчас после того». Здесь мы видим, чему Павел научился от учеников, потому что Павел тотчас после этого начал проповедовать. Но совсем не то, чему его научил Гамалиил. Совсем не то, в чем был высоко образован. Что он вполне мог бы сделать. Понимаете? Другие именно так и поступали. Но посмотрите, что сделал Павел. Он тотчас начал проповедовать Христа. Он проповедовал о помазании помазанного. Так будет лучше сказать. Он проповедовал проповедь о помазании помазанного, которое теперь было на нем после крещения Духом Святым. Это сделало его свидетелем, не так ли? Почему это сделало его свидетелем? Потому что, когда вы проповедуете помазанного и его помазание, и говорите то же обетование, которое сказал Бог, тогда должно сойти то же самое помазание и исполнить это обетование. Если же этого не происходит, тогда вы не являетесь свидетельным, а просто вы рассказываете какую-то сказку, понимаете? Вы не знаете, произойдет что-то после ваших слов или нет. И сейчас откройте вместе со мной 18-ю главу книги Деяне. 24 стих. Некто иудей, именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Ефис. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он знал только крещение Иоаннова, поэтому только его и проповедовал. Аполлос проповедовал о том, что есть спасение. Он проповедовал настолько, насколько знал путь Господень. Он был человеком красноречивым, другими словами, он мог объяснить то, что было в его сердце и в разуме. Он умел говорить, а также был образован, или, как здесь написано, был сведущ в Писаниях. Это значит, что он действительно был силен в Писании. Аполлос был сведущ в Писаниях. И Бог работал с ним на том уровне, на котором он находился. Но Аполлос знал далеко не все. Смотрите дальше. Он начал смело говорить в синагоге. «Услышавший его, Акила и Прискила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень, или более досконально, дав ему больше информации. А когда он вознамерился идти в Ахайю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уберовшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая Писаниями, что Иисус есть помазанный. Так чему же Акила и Прискила научили его? Чему же они научили его, когда приняли его, рассказали ему Слово Божие и дали ему больше познания о пути Божьем? Аполлос проповедовал путь. Его путь расширился в познании Слова Божьего, но он расширился не в Писаниях, потому что в то время это еще не было записано. Они приняли его и объяснили ему Ветхозаветные Писания, а также суть Нового Завета. Вы слушаете меня? Они объяснили ему, что суть Нового Завета заключается в том, что Иисус является помазанным, а следовательно и мы тоже. Это было ново для них. Этого не было в Ветхом Завете. Помазание стало доступно только в имени Иисуса. Они просто не знали, как объяснить все это. Для этого им нужен был апостол Павел, но все основывалось на Христе. Теперь, когда я говорю Христос, вы понимаете, о ком и о чем я говорю. Видите, как это расширяет ваше познание? Все основывается на проповеди, которую Иисус проповедовал три с лишним года и имеет непосредственное отношение к тому, что Петр проповедовал в доме Корнилия. Это слово, которое было проповедовано по всей Иудее, начиная с Галилеи после крещения Иоанна, проповедуя мир через Иисуса. Это Новый Завет. «Мир на земле к человекам благоволения». Это что-то новое. Разве? Петр сказал, что они уже знали это слово. «Как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета или самим собой». Уже прямо здесь Петр связывает личность помазанного с его помазанием. «Как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил благотворя и исцеляя всех угнетаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». Сейчас я только что ответил на вопрос. Есть ли воля Божия на то, чтобы все были исцелены? Конечно, есть. Иначе Иисус никого бы не исцелял. Любой человек мог получить исцеление через служение Иисуса, но исцелялись далеко не все. В Назарете была целая группа людей, которые не исцелились, хотя исцеление было доступно им, не так ли? Иисус был настолько заинтересован в том, чтобы они получили свое исцеление, что возложил на них руки, они даже не верили Ему, это просто ранит ваше сердце. Мне иногда приходилось молиться и возлагать руки на людей, которые я знал все равно ничего не получат. Но тем не менее, я возлагал на их руки, думая, что может быть хотя бы моей веры будет достаточно, чтобы они смогли получить хоть что-то. Потому что я не собираюсь выключать свою веру, понимаете? Иисус поступал точно так же. И дело было не в том, что Бог решил удержать от них исцеление. Нет. Помазание было доступно для всех. Помазание пришло. Но фактически помазание наполнило саму атмосферу, которой мы дышим. Почему? Потому что Дух Святой является помазанием. Он также назван славой Божией. Бог сказал, «И залью от Духа Моего на всякую плоть». А в другом месте Он сказал, «Вся земля будет наполнена моей славой». Слава Божия является проявлением помазания в физическом мире. Помазание пребывает на Слове Божьем. Оно пребывает на и в вас. Аллилуйя. Скажу вам, мне просто хочется кричать от радости. И это все является частью Благой Вести, частью Евангелия, Новым Заветом. И люди, помазанные Богом, записали его в такой форме, чтобы мы с вами могли просто открыть его, прочитать, поверить и увидеть, как эти реки живой воды потекут из нас. Реки воды живой. Как начинается поток, когда все реки выходят из берегов? Мы ждали, когда Бог наконец сделает что-то. О, Господь, о, Господь, почему бы тебе не убрать это правительство ради нас? О, Господь, сделай что-нибудь. Вы чему-нибудь научились сегодня? Давайте встанем и воздадим Богу хвалу и славу. Аллилуйя. Принимайте его прямо сейчас. Просто скажите, «Господь, я принимаю Твое помазание, которое сопровождает Твое Слово. Я принимаю Твое помазание, которое сопровождает Твое Слово. Я принимаю Твое помазание, которое сопровождает Твое Слово. Я верю, что это помазание производит сейчас во мне исцеление, врачевание и освобождение. Я верю, что это помазание сейчас работает в сфере моих финансов». Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Слава, 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 слава. Спасибо тебе за Него, Господь. Спасибо тебе за Него, Господь. Хвала тебе за Него, Иисус. Хвала тебе за Него, Иисус. Мы должны прийти к тому, что каждый раз, думая об Иисусе, нашей первой мыслью будет «Он помазанный, и Он во мне». Я думаю, что должен дать вам еще один повод для ликования. Я был распят со Христом. Это совершенно меняет дело. Понимаете, речь идет уже не только просто об Иисусе и Его смерти на кресте, но это уже говорит мне о том, что именно помазание распяло мой старый греховный дух. Послушайте меня сейчас. Послушайте. Итак, кто во Христе, тот новое творение. То есть, что произошло? Помазание пребывает на сегодняшнем служении Иисуса, который является помазанным главой церкви. Было дано такое обетование. Вы поверили Ему. И тогда помазанный дал указание Духу Святому сойти на вас, в результате чего помазание распяло ваш старый греховный дух, и помазание помазанного переродило вас по его подобию. Аллилуйя. Подождите, подождите, подождите. Подождите. Это еще не все. Хотя уже и сейчас можно ликовать, не так ли? Я был распят со Христом, но пока еще не начинаете кричать. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Подождите. Пока не кричите. Подождите. Послушайте дальше. Послушайте. Христос во мне мое ожидание славы. Теперь можете кричать. Аллилуйя. Слава Богу. Да, аминь. Теперь вы понимаете, почему в первых христианах действовала такая сила. Мне не важно, если вы сказали Иисус, мне не важно, если вы сказали помазание, мне не важно, что вы сказали. Они думали помазанный и его помазание. Аллилуйя. Аллилуйя. Некоторым из вас уже не терпится заново пересчитать Новый Завет. Боже мой, смотрите дальше. Аллилуйя. Аллилуйя. Все могу в или через послушайте, подождите, подождите, послушайте. Послушайте. Послание к филиппийцам в четвертой главе написано. Все могу в укрепляющем меня Христе. У меня всегда возникали здесь трудности. Я всегда читал так. Все могу через того, кто укрепляет меня. И хотя я не являюсь специалистом по греческому языку, но посмотрев греческий текст, я увидел, что это местописание можно перевести и так, и так. Но теперь я понимаю, о чем оно мне говорит. Оно возвращает меня к проповеди о помазанном и его помазании. Все могу через помазанного и его помазание во мне, которое укрепляет меня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok